Нестандартное решение квартирного вопроса. В Министерстве строительства и архитектуры заинтересовались опытом одного могилевского кооператива. Его участники получают возможность приобрести квартиру или дом в рассрочку на индивидуальных условиях. Система состоит из накопительного этапа и этапа выкупа. А помощь в покупке жилья идет из общего фонда кооператива. В нюансы, необычные для Беларуси стратегии, вникал Юрий Прокопенко. Живу уже почти год. За два года планирую полностью рассчитаться. И будет моя квартира. Константин Самосев один из первых участников кооператива. К новому проекту сначала присматривался с недоверием. Те условия, которые были на тот момент, эти возможности, точнее их отсутствие, они перевесили тот страх, который был. Ну и я решился. Чтобы поселиться на этих 60 квадратах, молодому человеку не хватало больше половины от стоимости квартиры. Помог кооператив. Схема вполне простая. Вы накапливаете от 20 до 40 процентов от стоимости жилья. Остальное доплачивает кооператив. И уже потом, после заселения, ваш долг разбрасывается на 8-12 лет. И эти деньги идут в общий паевой фонд. Каждому участнику кооператива составляется индивидуальный план в зависимости от его желаний и возможностей. В среднем этап накопления длится два года, а время полного выкупа около 10 лет. По сути, человек покупает жилье не сразу, а постепенно, квадратными метрами. Правда, стоимость квартиры получается чуть больше рыночной. Человек финансирует ее за 120 месяцев. И в результате 50 квадратных метров превращается в 58. То есть человек 58 квадратных метров финансирует, получая квартиру 50. То есть 8 метров примерно это переплата. Эту систему приобретения жилья застройщики Могилева посмотрели в Германии. По такому принципу немцы покупают треть квартир. То, что деньги остаются, они формируют резервный фонд кооператива, который постепенно растет. Пока в кооперативе чуть менее 100 участников. 20 из них уже переехали в новое жилье. Через несколько месяцев новоселом станет и Павел со своей семьей. Сейчас присматривает двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. За год ему удалось собрать 10 тысяч рублей. Теперь каждый месяц будет платить около 400. Для людей, у которых остро стоит жилищный вопрос, я думаю, на данный момент это один из оптимальных вариантов решения проблемы этой. Проектом заинтересовались Минстро и архитектуры. Если итоги эксперимента будут положительными, то такое решение квартирного вопроса может быть реализовано в любой точке страны. Юрий Прокопенко, Василий Лысенков, телекомпания СТВ, Могилев.